Привет еще раз. У нас тут случилась небольшая заминка. Меня зовут Демьяна. Добро пожаловать на наш новый прямой эфир в Prime Time Books. Мы сегодня будем общаться с Хасаем Алиевым, психологом, ученым, автором уникального метода «Ключ», который подразумевает психофизическую саморегуляцию. Мы разберемся в этом методе. Хасай нам представит свою книгу. Это у нас будет онлайн-презентация. Хасай Мегамедович уже подключается. Сейчас мы пообщаемся. Я быстренько скажу, что у нас действует промокод на книгу 15% по слову «Ключ», который вы можете задействовать на сайте «Бук-24». И мы обсудим вопросы, которые будут связаны с нашим здоровьем, что-то интересное, что-то новое, про синхрон-гимнастику и прочие вещи, которые помогут вам избавиться от будничного стресса, и о которых на самом деле мало кто говорит, а это очень важные вещи. Так, сейчас мы подключимся и начнем нашу беседу еще разочек. Мегамедович, я вам отправляю запрос. Принимайте и подключимся с вами в эфир. Всех приветствую еще разочек. Вот, замечательно. Еще раз здравствуйте. Супер, отлично. Привет, дорогая девушка. Я предупредила наша Аннеля Зарипова, литературный агент, что вы прелестная умница, девушка, красивая умница, отлично, с удовольствием. А видите, я хочу вам показать свою картину «Танцовщица». Да, ваша картина должна оставаться в кадре, потому что она задает нам определенную атмосферу и выглядит она потрясающе. Спасибо большое. Мне очень приятно, как художник. Спасибо. Да, спасибо вам огромное. Мы сейчас с вами займемся в моей презентации книги «Метод ключ», поэтому, пожалуйста, начнем с вопроса о синхрогимнастике. Прошу, расскажите немного об этом методе. Ну, синхрогимнастика – это не гимнастика. Если в гимнастике там делают механические и мышечные какие-то напряжения, расслабления, какие-то конфигурации движения, в слове синхрогимнастика в этом названии заключена соль. Здесь все эти движения синхронно делаются текущему индивидуальному состоянию человека, благодаря тому, что они именно полностью соответствуют его индивидуальности, его состоянию в этот момент их исполнения. Поэтому они дают взрывной эффект, раскрепощение, включение ресурсных систем. Да, и это буквально за пять минут человек может получить такое ощущение. Прибывши с хованностью, зажатостью и волнением, он может перед выступлением, перед пением, перед танцем, перед работой на диссертации, ну, чем угодно. Пять минут буквально синхрогимнастики, там упражнение по минуте, примерно, по классическому варианту. Да, и он чувствует себя таким творцом. Да, ну, кроме того, он может подобрать себя сам. Не только классический вариант использует, который уже в учебнике профессора Матвеева для 10-11 классов российских школ. Он может и сам себе подбирать упражнения синхронно его состояния. И вот этот принцип подбора этих упражнений развивает креативность мозга, поисковая активность мозга. То есть развивает в нем творца. Этого в мире пока не было. Обычно говорят, делай вот так. Если у тебя не получается, говорят, старайся, пока не получится. Это и в йоге, и в цигуне, и везде. Поэтапные принципы. В синхрогимнастике, вместо принципа обучения на основе повторения, подражательного рефлексия, как раз-таки поисково развивающаяся методология. То есть подбирай то, что у тебя получается, отбрасывая то, что у тебя не выходит. И когда ты подбираешь то, что тебе проще, то, что у тебя получается, у тебя начинает получаться и то, что раньше не получалось. Это ключ к себе. Это то, что сегодня нужно для школьников, для родителей, для педагогов, для всего населения земного шара. Я здесь впервые, впервые в этой школе, а школа у нас называется «Человек будущего, homo futurus», «Человек разумный», «Человек будущего». Впервые здесь как раз-таки критерий дается для подбора индивидуальных упражнений, потому что каждый человек – это индивидуум. Замечательно. Хасай, скажите, пожалуйста, а вот похожа ли синхрогимнастика на активные медитации, на динамические, когда взаимодействие разума и тела происходит? Конечно, похоже, да. Разница только в чём. Если человек не может сделать динамическую медитацию, то тогда он приёмами синхрогимнастики ключевой сквозной ход в неё делает. Потому что очень много людей говорят, а я медитацией занимаюсь, я в нирване сижу, мне ничего не надо. Ну, правильно, но стоит быть большому стрессу, и всё валится. Синхрогимнастика как раз-таки помогает нам быстро подбирать то, что нам подходит в момент стресса. Она как раз-таки для подготовки лично напряжённых и опасных профессий создавалась. Поэтому ей тренировались и полицейские, и Росгвардия, там у них в инструкциях это есть. Причём меня не спрашивали, не взяли, без согласования. Вот так вот. Ну, так бывает. Но дело в том, что меня же знают в мире, да, и в моей книге же. И сейчас вы тоже выпустили. Спасибо вам. И там же тоже есть часть этих приёмов. Да, ещё раз покажу вашу книгу яркую. Ну, мне уже говорили, что книга хорошая получилась. Да, это действительно так. Жалко, что картины мои в эту книгу не вошли, они войдут в следующую. Мне обидеть. О, это замечательно, да. Но у вас здесь иллюстрации чёрно-белые, и всё-таки надо сделать, чтобы картины были цветные. Ну, да, потому что мне говорят, что я в живописи имею своё лицо. Да, это правда. У меня авторская живопись. Мне говорят и любители живописи, и очень большие специалисты, ну, искусствоведы. Они говорят, так никто не рисует. Так что я могу радоваться, что не зря я, как говорится, правильно в концептуальном мысли. Александр Магомедович, скажите, пожалуйста, вот я смотрю на вашу картину, это же название танцовщицы, правильно вы сказали? Да. Та, которая рядом с вами, она меня завораживает. Вот. И я хочу следующий вопрос как раз направить, собственно, из них. Виднее покажу, чтобы виднее было, да. Да, друзья, можете полюбоваться, потому что я действительно... Украшает гармонию. Ну, вы знаете, мне помогали рисовать. Знаете как? Вот у меня школа «Обек будущего», и там прекрасные участники. И, кстати, в этой книге, которую вы держите в руках, там же о них сказано, в этой школе. И там как раз-таки такие участники, они... Ну, мы там все учимся, что такое человечность, что такое синергетический диалог, взаимопомощи, сопереживания, любви человеческой друг к другу и так далее. То есть это школа. И там мне как раз-таки я сказал, вот я рисую сейчас танцовщицу, и никак не могу понять, завершенная работа или нет. И мне там одна девушка, Юля, она говорит, надо, мне кажется, говорит, волосики ей подлиннее сделать. А там еще у меня Акбар Валерьевич Ашиков говорит, надо глаз немножко сделать мягче. Потом, значит, еще одна девочка, Алина, Алина, она говорит, а почему вы не сделаете ей длиннее волосы? А я взвешиваю. Я же не как у басни Крилова, там, когда вот слушаю все советы и потом получаю... Нет, нет, я все взвешиваю. Но мы находимся на волне, которая называется синергетический диалог, когда мы действительно трепетно хотим решить один вопрос. Люди разные, но мы как раз озабочены одним вопросом, и решить его хорошо. Это такой особый диалог синергетический, не альтернативный, когда я хочу себя показать, кто-то хочет себя. Да, нет, мы все вместе решаем один вопрос. Мозговой штурм. И вот в этом мозговом штурме это по методу ключ только создается. Это все участники знают метод ключа, они могут так настраиваться. И вот так вот, вот так вместе получилось коллективное творчество. Это я делал для примера для наших участников школы, а у нас там участвуют из десятков стран разных людей. Показывал пример, что можно коллективным творчеством решить любую задачу. Да, ну вот эту схему мозгового штурма, как раз я ее разработал на свой метод и ключ. Ну, знаете, это настолько заметно, вот каким образом она создавалась, потому что я прям действительно не могу на нее не смотреть. Она настолько потягивает взгляд. Да, да, интересная работа. Я могу и любую другую показать. А давайте я вам покажу еще одну. Давайте, покажите. Дело в том, что ту я еще не закончил, но она уже завораживает. Потому что я рисую до тех пор, пока на холсте душа не появится. Да. Сейчас, секунду. Да, это будет отлично. Это совсем новая. Тут, посмотрите, это совсем новая. И я... Это, вот если приглядеться, Эта женщина, дама, она со свечой. А мне кто-то написал, какая картина хорошая, женщина с зонтиком. А-а-а. Да, потому что каждый там находит свое. Ну, там все пишут одинаково, какое лицо трепетное. Да, и правда, я на нее смотрю. Она такая мягкая, такая прям, я не знаю, в душу прямо смотрит. И очень хорошо от нее становится. Я хочу вот слово сказать, что я психиатр по профессии врач. Кроме того, что я психолог, но я занимаюсь не фармакологической психиатрией, а психотерапевтической. Я вам хочу сказать, вот вы сказали, лицетепая, доброта. У нас в школе мы все вместе создаем науку человечности. И вот у меня дедушка был добрым. И я добрый получился. И поэтому получается, что я такой отзывчивый, сопереживательный. И поэтому я школу и создал. И поэтому я методку создал. И синхрогимнастику создал. Поэтому я хочу сказать, что как психолог, как врач, как художник, бывший спортсмен, там, педагог и так далее, я много такой канальный, много мультиэффектный человек. И поэтому я среди разных дисциплин нашел единственную сердцевину всех этих направлений. Из нее сделал синхрогимнастику. И во-вторых, я понял, что здоровая психика у человека, наиболее гармоничная психика, она добрая. Она добрая. То есть человек, как часть человечества, вот этой большой семьи, когда мы говорим, мы все в одной лодке, он чувствует сопереживание. Он болеет не только о себе, но и о близких, чего еще он по уровню мышления и обо всем человечестве. А это создает у него не только любовь к ближнему по-человечески, но это и создает у него ответственность. Вот сейчас коронавирус у нас, как кто-то там сделал неправильно, оно вылетело и теперь всех заразило. Вот против этого, наша школа человек будущего, против этого защита. Чтобы человек даже свои изобретения видел дальше своего носа и думал о последствиях. Это очень важно. То, чего сегодня не хватает людям. Поэтому, мне кажется, то, что вы выпустили книгу, еще раз вам спасибо, очень важно для, говоря грубо, народа, населения. Почему? Ну, это так есть, да, действительно. Потому что это работает на здоровье и сбережение людей, самых разных, от школьников до взрослых, потому что часть уже там синхрогимнастиков в учебнике Матвеева, профессора до 10-11 классов, ну, часть. А так вот в вашей книге больше, а следующая книга готовится сейчас, там будет уже и с картинами, там вообще больше, там такие приемы, которых в мире не было. И это вообще будет потрясающе. Я вас... Да, да, да. Как раз я хочу перейти, да, вот к следующему вопросу. Как на практике, это и в вашей книге описывается, с помощью картин отсеивать, вытеснять негатив из себя. Вот с помощью картин. А, с помощью картин, когда человек занимается любимым делом, она у него, в самом деле, энергия напряжения стресса, ведь это же мощнейшая энергия, там большой творческий потенциал, если его не блокировать у себя, а в деятельность превращать, в любимую. Оказывается, люди просто этого не знают, это ни в каком учебнике по психологии не было написано, что в энергии страха... А ведь что такое стресс? Стресс – это напряжение. Ну, так вселески. Я-то сформулировал по-новому, что это перенапряжение, когда человек теряет разум, когда он не может контролировать себя и ситуацию, когда он теряет чувство уверенности. А напряжение – это обычная мобилизованность. Ни один поэт не может без напряжения стихов написать, и спортсмен без напряжения штангу поднял. Это не стресс. Стресс – это перенапряжение. Но никто раньше не писал и не знал, что страх – это более высокий уровень напряжения. Стресс – более высокий уровень напряжения. Это страх, еще выше – это паника, еще выше напряжение – это уже депрессия. Так вот, в потенциале страха в энергетике, в этом напряжении нервной системы и психики, там лишит огромный творческий заряд. И поэтому метод ключ позволяет открыть в себе, каждому человеку, творческий геном. Потому что человек по природе творец. Поэтому много тысячи лет фильтрации, наблюдений за природой, поведением человека и позволило определить и написать в Библии, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию, но как метафора, имеется в виду как творца. Потому что так люди поняли, что за тысячелетия, что человек по природе творец. Вот заставь его не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Все равно он это будет делать. Да. Но вот беда в том, что люди находятся не на своих местах, а счастлив человек, когда он находит свое место под солнцем. То есть, когда он позволяет себе эту энергию творчества разумно использовать, тогда она его не разрушает, тогда она не превращается в страх, тогда она не превращается в стресс, не превращается в болезни, всякие там психосоматические нарушения. Именно здоровье возникает тогда, когда человек находит себя в любимом деле, и эта энергия напряжения у него переходит туда, в виде произведения, в виде произведения. Мы все творцы, а болеем, потому что не позволяем себе ими быть. По разным причинам. По разным, вот именно, да, и как бы все это, ну, страх – это тоже индивидуальный такой процесс у каждого, и там свое прошлое формировалось, это все как. А вот, например, сейчас, да, нашим зрителям, вообще в целом, людям, которые не знакомы с методом ключ, вот как в данную секунду можно определить, ну, тип стресса у себя, и как его вот преобразовывать, как с ним, ну, поступить. Есть какая-то техника, упражнение, может быть? Ну, конечно, у нас есть, например, шкала стресса, вот, например, я держу руку свою вот так вот, да, вот это будет 10, а вот это будет 0. 10 – это совсем плохо. Это шторм. Это шторм. А это 0 – это шти. Это будет суета в мысли, это паника, страх, беспокойство, боль, дискомфорт, а это безмятежность. Это состояние нервоническое, вот это то, что вы говорите, медитативное состояние. Вот это 0. И вот каждый человек сейчас данную минуту, не час назад, а именно в текущий момент, может сам себе понять, на каком уровне он сейчас находится. Например, вот вы, например, ну, я там уже опытным глазом могу сказать, что где-то вы сейчас, вот в данный момент, где-то на семерочке. А если я вам сейчас подскажу, что сделать, у вас сразу снизится напряжение, и вы скажете, слушайте, да, у меня действительно стало меньше. Я вам покажу. Что же можно сделать? Ну-ка. Да, 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 да. Очень интересная штука. Вот возьмите кулачок. Возьмите кулачок как можно крепче. Еще крепче. Так. Этого приема в мире нет. А теперь смотрите. Представьте себе мысленно. Вы же медитацией занимались. Представьте себе, что внутри этого кулачка, парадоксально, парадоксально, внутри такая расслабленность, такой комфорт, такая безмятежность. Там внутри этого напряжения такая безмятежность, прямо как свет зажегся, как лампочка, как подушечка, на которой вы когда ложитесь спать, и щека касается подушки, вы засыпаете, вот там вот такая расслабленность. И вот когда мы соединяем инь и янь, то есть когда мы соединяем напряжение с расслаблением, мы обучаемся в условиях напряжения внутри оставаться свободными. Это один из приемов ключа, называется кулачок. Сейчас увидите, сейчас увидите, как снизится на шкале стресса напряжение. А теперь спокойно. Но вы сделали это, или вы не смогли со своей точки? Могла, могла сделала. Да, теперь отпустите пальчики, если сможете. Так, теперь сядьте вот так вот, задумайтесь, и пустите мысли на самотек. Не боритесь с собой, не пытайтесь расслабиться, не пытайтесь успокоиться, а просто пустите мысли на самотек. Какие бы они ни были, какие бы они ни были, это полминуты, это полминуты. Обычно нам психологи говорят, если вам плохо, вы думаете о хорошем. Ну, такая глупость. Если бы человек мог думать о хорошем, когда ему плохо, проблем бы не было. А поэтому, чтобы думать о хорошем, надо сделать упражнение ключа. Потому что после этого, сейчас вы видите, у вас снижается напряжение. Ну, да прислушайте себя теперь. Я могу сказать, что да, мне, кстати, так прям, как-то даже мысли пошли в таком, не знаю, в каком-то более воодушевленном ключе. Да. Вы не из вежливости мне говорите, нет? Ну, я как-то так ощутила просто. Ну, у меня привычка есть, я их со стороны наблюдаю, как-то, даже если пускаю на самотек. Поэтому, да. Так я больше могу сказать. Вы это дома у себя сделаете, когда вы не будете одновременно заняты пятью вещами. Да, но я поняла, это очень интересно. Да. Да, это, понимаете, такой подход, его в мире не существует. Все тренеры боевых искусств говорят, научись быть внутри свободным в условиях мобилизованности. А как это мы научить, это очень сложный вопрос. А у нас все упражнения, они парадоксальные. Например, еще одно упражнение, положить руки как на воду и вообразить себе мысленно, подобрать образ, что они расходятся. и в отличие от механического движения наступает идеорефлекторное. То есть образ вызывает рефлекс автоматически. И руки пошли, 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 и человек от удивления прямо удивляется. И у него в этот момент происходит так называемый квантовый переход, он входит в транс. Потому что разрыв шаблона происходит. потом он просит себя, ну, чтобы представить себе, что он летает, и у него руки всплывают, и он может себе космонавта превратить и летать в кабинете космического корабля, парить вот так вот. Я же это и создал в центре подготовки космонавтов для космонавтов, чтобы они быстрее в невесомости адаптировались. Чтобы они могли у себя на рабочем месте в кабинете на Земле моделировать состояние невесомости. Это еще в восемьдесят первом году было. А потом, да, это интересно, а потом я стал другим людям предлагать эти действия. А потом оказалось Милтон Эриксон, автоматическое всплывание руки, эриксонический гипноз. Оказывается, он это делал, а я же об этом не знал, но он делал две ошибки. Он внушал это, во-первых, человеку, чтобы идти в гипноз. Он не знал о том, что человек может это сделать сам. И во-вторых, если не получается подъем руки, если человек хочет, чтобы рука всплыла, можно сделать, чтобы расходилась. Не получается подбирать себе то, что получается. Можно представить себе, что они сходятся, можно представить себе, что палец пошел, можно представить себе, что голова пошла, этого Эриксон не знал. Это я уже придумал. Ну, совершенствовали, значит. Ну, то потому, что мы же в разных эпохах живем по времени. Я же более современный человек. Это правда. Но это как-то связано как раз с механизмом адаптации, да? Конечно, конечно, есть и человек. Наш метод для того, чтобы научиться работать с неопределенностью. И работать с большими умственными и физическими перегрузками. И поэтому сегодня, когда мы не знаем образа будущего, мы не знаем, что будет завтра. На всей планете люди не знают, что будет завтра. Да, это правда. Да, и поэтому, столкнувшись с неизвестным, у всех страх, паника. Они не знают, что делать. У всех голова порушилась. А эта штука, чтобы сохранять здравый смысл. И уверенность в себе, и создавать новое. Это я обучаю изобретателей. Выходить на состояние без штампов, без страха, без комплексов, без стереотипов. И думать, о чем думается, в состоянии свободного сознания. Только так можно создавать новое. И это как раз таки для работы с неопределенностью. Как раз сегодня я обучаю этому всех, кто в изоляции, кто там сидит, не касается никого, кто боится, кто у кого-то. Сейчас столько психосоматики нарождается. Потому что я скольких людей вывожу из состояния коронавируса. Прямо по скайпу. Потому что я им помогаю подобрать эти действия, которые синхронны в их состоянии. Они выходят на это состояние. У них там такая безмятежность. То есть я делаю то, что делал Будда. Только у меня есть новая технология. Чтобы люди из стресса выходили. Потому что легко входить в медитативное состояние, когда стресса нет. Это точно. Да, но как вы уже сказали, стоит чему-то произойти. Снимает как рукой, к сожалению, все безмятежность. Но это происходит из-за того, что не происходит осознание внутреннего. То есть, можно сказать, в холостую. Вся медитация проходит. А расскажите, пожалуйста, про... А вы действительно очень красивая девочка. Вот я сейчас вы смотрю. Благодарю. Неля наша, летагент, она сказала правильно. Дай Бог вам здоровья и счастья, чтобы у вас все хорошо было. Благодарю вам тоже. Мне очень приятно это слышать. И особенно как от художника, естественно. Ну, я так и думал, что вы так же расскажете. А я сама из семьи художников. И сама тоже немножко... Что вы говорите? Нам надо задружиться. Да, давайте, без проблем. Ну, давайте вы мне потом в скайпе покажете картину, да? Хорошо. Как ты его рисуете. Да, я просто сейчас заинтересовалась очень именно комплексом, да, который, вот вы говорите, неопределенность. На самом деле, это какой груз сейчас носят все люди. Хоть все подуспокоились немножко, вроде всех поупускали, но на самом-то деле кризис никуда не делся. Плюс остается всегда вот это, ну, как эхо, да, которое проявится в здоровье еще там через несколько лет, на самом деле. Все вот это самоизоляция, все, что было. Вот у вас в книге есть комплекс «Звезда саморегуляции». Вы поможете немножко рассказать об этом? Да, могу рассказать. «Звезда саморегуляции» — это как раз таки... Ну, это пример ряда различных упражнений, перебирая которые себе по одной минутке, человек находит сикронное себе, с которым он совпадает в резонансе. Это могут быть самые разные упражнения. Ну, например, он может вспомнить в детстве, что он любил делать, и попробовать это смоделировать. Ну, кто-то любил куклу носить, кто-то прыгать через скакалочку, кто-то холохоп крутить, кто-то на коне скакать, кто-то плавать, кто-то фехтовать, кто-то по канату лазит. Так вот, оказывается, я такое придумал. Это тоже в мире нету. Я такое придумал. Вот смотрите, если человек вспомнит себя, когда он был счастлив, ну, например, в пять лет там, или, допустим, пять лет назад, допустим, и начнет это моделировать, то есть воображая, воображая, что он, вспоминая, или воображая, что он тогда делал, и сопровождать это механическими имитациями, действиями телесными, чтобы получилась синхронизация между образом, который у него в голове, и материальным действием. Там происходит гармонизация духа и материи, и две свободы, свободу духа и свободу тела, синхронизируется. Ну, вот представьте себе, я вам расскажу известный случай. Для участников нашей школы, они знают, я это рассказывал, я когда у меня был сильный стресс, я вспомнил, что я в детстве любил сидеть под столом и рулить самолет. И я сел на диванчике, стресс у меня был, елки, что делать, там надо было что-то такое, мне надо было срочно решение принимать, ну, там что-то с деньгами или с чем-то было связано, или там с близкими что-то там было, мне надо было деньги достать, им помочь быстренько там и так далее. И в этом жутком стрессе я сел, значит, на диван и вспомнил, что в детстве я рулил самолет, причем реактивный, такой вот, ну, прямо я был там творец, я сижу за рулем, я взял и стал это делать. Ага. Да, стал делать, рулить, и я, как помню, когда был маленький, я там даже завывал, как у мотора ревод, и я так вот так, и я так одну минутку, полторы минутки поделал, сидя на диване, и вдруг я туда прямо вошел, в это детство, и вдруг я почувствовал, голограмма открылась, прямо запахи, звуки, я даже ножку стола вдруг вспомнил, какая она была, я вспомнил, что мама у меня директор библиотеки была, что скоро мама должна прийти, прямо вот прямо всплыла в памяти, когда я стал это играть в эту роль. И раз, раз, груз, плеть. Я, как раз, через минуты, полторы, две такой стал какой-то безмятежный. И когда я стал безмятежный, вот та задача, которая была, где деньги достать, как помочь нам, она раз и начала обрастать решениями. Потому что стресс снялся, и вместе со стрессом снялись страх, комплексы, стереотипы, подражание авторитетам, появилось свободное мышление, творческое. Вот и получилось, в напряженном состоянии, а внутри свобода. То есть мобилизован ум на поиск решения, а внутри свобода. Ян Инь. И вот получилось, я сразу нашел решение, позвонил там и сказал, и все сделал, и я как-то быстро. Почему я всегда, я очень ленивый, я физкультуру не люблю. Поэтому я создал цифрогимнастику. Потому что там же движение синхронное твоему состоянию. Не надо над собой насилие делать. Таких людей не бывает, которые не могут овладеть кучом. Потому что там как раз таки подбирай себе то, что ты делаешь максимально комфортно для себя. А у нас как раз этот принцип лежит в нашей бессознательной особенности. То есть люди инстинктивно это делают. Например, когда они нервничают, они ходят туда-сюда по комнате, качают ногу, пальцами стучат, чешут голову, жвачку жуют, заедают, стреляют. Они инстинктивно делают некие повторяемые движения, которые снимают напряжение. Я это увидел. И вот это дело не позвано. Единственный момент, то что сейчас на самом деле очень актуальные слова сказали по поводу того, что насиловать себя это вообще не выход, потому что у нас же есть какие-то определенные стереотипы, что человек обязательно должен идти в зал, например. Когда он не любит спорт, просто ненавидит. Ну какое время ходить в зал куда-то? Да, ну вот как пример, или что-то еще, и человек себя заставляет, иначе я не молодец, иначе я не добьюсь, и все такое. Но это действительно, этого не нужно делать. Но вот единственное, меня смутило заедать стресс. Это же может не очень хорошо кончиться. Ну конечно, обмен веществ нарушается. Я же обучал врачей, которые у Волкова работали, врачи, которые делали забор крови, проверяли пищевую аллергию, давали дорожную карту, или маршрут, чего можно кушать, чего нельзя индивидуально, каждому человеку. И там дамы были такие, которые, они говорят, мы уже знаем, что нам вот булку маслом намазывать нельзя, только яблочко скушать. Ну когда у нас стресс, мы это забываем, и давай булку маслом намазывать. И вот врачей этих учил, чтобы они научили своих клиентов, пациентов, как сделать разгрузку с перезагрузкой. У нас есть такая методика. И в книге там об этом сказано. Как выйти на нулевое состояние и перезагрузить мозг. То есть там выработать новый навык, что когда стресс, ей хочется не булку маслом намазать, а ей прямо хочется сумочку открыть и яблочко скушать. И тоже формировали новый навык. Вообще на создание навыков нужно там где-то полмесяца, месяц. Да, да. А тут можно за раз, за два. За счет перезагрузки. Ничего себе. Настолько быстро, что ты на ноль выходишь. Настолько быстро формируется нейронная связь новая, хотите сказать? Да, потому что нет конкурирующих доминалов. Потому что ты вышел. А в нуле ты безмятежен, и там ты можешь вообразить себе то, чего в обычном состоянии не можешь соединить. Она даже не могла представить себе и поверить в это, что она во время стресса может яблочко скушать. Ей сразу булка представлялась. То есть поверить в это не могла. А в этом состоянии, когда она выходит на разгрузочное состояние нуля, она может себя настроить на что угодно. На изучение наукромного языка, на яблочко, на то, что она будет теперь физкультурой заниматься. Она может создавать все мотивации. Или она может отношения к людям формировать. Или к новой профессии. То есть там много чего она может делать. Потому что в нуле нет конкурирующих сигналов и нет тех прежних связей, она освободила мозг от прежних привычек, вышла на чистый лист и там как конструктор создает новые связи. Так многие курить бросают, пить бросают и так далее. Ну, это действительно то, тогда о чем стоит почитать в вашей книге и вообще это попробовать. Потому что у нас у людей очень сильно забит мозг. Вообще в плане какими-то паттернами, какими-то вот уже насаженными стереотипами. И даже до того доходит, что люди не знают, что это можно поменять. То есть они просто не в курсе про нейропластичность мозга в целом. Я вот хочу еще попросить, чтобы вы, может быть, расскажете о том, вот сейчас, например, нас слушают, и люди заинтересовались вашей методикой, вашей книгой. А что бы вы еще предложили дополнить? Например, человек купил книгу, он впитал, что-то осознал, начал делать, заниматься. Что еще можно сделать? Какая форма поможет? Ну, что, я не знаю, может быть, какая-то еще методика, книги, упражнения, музыка, все, что вам кажется будет хорошо помогать в процессе? Ну, конечно, он может взять любую физкультуру, любую йогу, любую динамическую медитацию, любой цигун, колонетику, аэробику, ну, много-много разных этих разных направлений. Если он любит йогу, пожалуйста, ключ не отрицает, ключ это возможность расширить выбор. Ага. Потому что и в самой йоге есть упражнения ему труднодоступные. Так если он перед этим упражнением труднодоступным, которое хочет освоить, хочет размяться быстренько, привести себя в особенное состояние к обучению, к тренировке, он может перед упражнениями йоги это делать, одну-две минутки. И йога становится доступной, и медитация становится доступной, и аэробика становится доступной, и колонетика, ну, что угодно становится доступной, и иностранный язык становится доступным. То есть, ну, конечно, потому что он раскрепощается, он снимает нервные мышцы и зажимы. Это то, чему учил Станиславский. Ну, к сожалению, Станиславский учил для актеров, а это для всех. Ну, кстати, актерская методика, она для всех людей очень полезна. Конечно, 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 только язык у него был сложный того времени. И там он все время боролся с напряжением, и там он использовал йогу тоже. Да, и Чехов использовал. Это был тот период, когда они очень увлекались Востоком. Вот, я тоже начинал с детства, я начинал с йоги, с джиу-джитсу, там, медитации, там, все это прочее с детства. А потом я уже вырос, я читал фантастику много, я читал восточную литературу, я профессиональный иглотерапевт, я занимался много гипнозом, я выводил из стресса, из шокового стресса выводил, когда люди, когда люди не могут слышать психолога. я же первый в СССР, который и книжку первую по саморегуляции написал в 90-м году Клюк Сибири, и потом я же обучал психологов МЧС, я же обучал психологов Минобразования, МВД, ФСБ, я же их обучал. Почему? Потому что я первый человек, который выводил из шокового стресса после терактов в Каспийске, в Кизляре, в Беслане, и возил туда психологов разных служб в Министерстве и ведомств, чтобы их тут же на месте учить этому. Потому что раньше психологи не могли из острого состояния выводить. Даже у них, знаете, что было? Они друг другу говорили, пока человек в остром состоянии стресса, лучше его не трогать, надо подождать, пока он к тебе придет. Это ошибка большая, потому что он-то всегда придет, но неизвестно с какими последствиями. Да уж, кем он придет-то в себя, тем, которым он был. А расскажите самую вдохновляющую историю из вашего опыта. Вот самую прям такую. Я с Богом встречался. Настолько. Так. Ну, а почему вы можете мне не поверить? Я вам скажу, что это такое. У меня был очень большой кризис. Я там несколько дней пил подряд. Раньше я выпивал. Раньше-раньше. Сейчас ни капли не пью, я уже много лет. Ну, я с другом. У меня друг старше меня, он, значит, профессор был тогда. 20 лет в Индии работал, разведчик. Ну, короче говоря, очень серьезный человек, и мы с ним меня провожали из Москвы в Махачкалу. Мы три раза ездили в аэропорт, и зима, и самолеты задерживаются, и мы с ним пили, пили, пили. Я пил вино сухое, оказывается, мне нельзя сухое вино пить. Ну, я в детстве перенес, когда школьником был, гипотет А, когда мне было 5 лет. И мне сухое вино просто вызывает какой-то, такой ошей, как будто голова залется сейчас. И вот мы с ним пьем, 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 а он-то закаленный человек, как огоньчик. И, короче говоря, в какой-то момент вот этих ожиданий, этих самолетов, возвращения, вдруг я не улету, а мне надо улететь. Ну, вот это ужас такой, ужас такой. Я стою на балконе у него ночью, и смотрю сверху вниз на землю, с 14-го этажа, а его зовут профессор Королёв. Я смотрю оттуда вниз и вижу белый снег там, участочек. И в этот момент у меня возникла мысль, вдруг меня туда потянет сейчас. И я себе сказал назад, и в этот момент разверзлась, прижала меня к полу и держала, и в этот момент вот вот такое состояние у меня возникло, меня пронзила бесконечность. Я потом написал. Разумность жизни беспредельности, вот в каждую минуту сопровождаемая нас, ну, незамечаемая нами, и по своей этике не должна бы нам открываться. Но в момент мой рваный открылась, чтобы меня удержать, чтобы я уцелел. Я это все мгновенно понимаю. Я все это мгновенно понимаю, и вот этот мировой разум. Я же говорю, я с Гобом встречался. Вот этот вот мировой разум, пронизывающий все и вся, который всегда, бесконечно каждую клетку пронизывает, и всех людей, и любой предмет, и все время существует, но мы его не видим. И в этот момент я вдруг с этим я это ощутил, и потом я перестал дергаться, и тогда меня отпустило, и я встал. И потом, через много лет, я боялся это вспомнить, это соприкосновение, и потом я написал десертворение, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, которая вот непроявляемая в этот момент проявилась, по-битурам, и чтобы я уцелел, во мне оставить вечный след, тайну. С чем я столкнулся? С собой или с космосом каким? И понимать, что эту тайну не раскрыть, что в диалог не дотянуться. Я мог встретиться со своим бессознательным механизмом. У нас это есть такое мироощущение, это для нас и есть Бог. Наше бессознательное мироощущение, что мы не одни, что есть нечто. Ейнштейн говорил, я чувствую, что за вещами что-то стоит. Но другое дело, кто как его себе представляет. Одни представляют себе Бога какой-то бесконечно могучий человек, который может своей волей перстом чудо сотворить в любой момент. Нет, 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 это законы природы. Это законы природы. Да, но я ощутил, что Вселенная устроена как нашего бессознательного по одним и тем же законам. Да, да, да. Вот это интересно. Так что я ощутил и я почувствовал, что это такое вот это состояние бесконечности. Вот это состояние. Поэтому я и создал ключ, потому что я понимаю, что такое пик напряжения, кризис. Я понимаю, что такое расслабленность, и я научился находить в условиях напряжения внутри свободу. Я верю. Если я честно работаю, искренне работаю, занимаюсь каким-то творчеством, это не обязательно рисовать. Это в любом деле. В любом деле. Если я честно это делаю, я верю, что я имею на это право. А многие люди не верят в себя. Вот он скажет, зачем ты это делаешь? Это бесполезно, это никому не нужно. А еще хуже, это еще денег тебе не принесет. Они ломают человека творца, понимаете? А если бы он делал то, что хочет делать, создавал бы, у него бы и деньги были. да, это правда. Когда человек все-таки находит свое истинное предназначение, ну, можно это так назвать, да, то там все приложится, как говорится. Я не испортил вам вечера, не шокировал вас такими рассказываниями? Нет, меня не шокировали, я просто под впечатлением, ну, потому что история звучит очень гармонично, то есть я вполне это понимаю и... И вы знаете, я вам хочу сказать, почему меня прокинуло на пол? Ага. Потому что когда я увидел там снег с 14 этажа в этом диком напряжении, я сейчас тайну раскрою научную, в этом диком это будет всем полезно, в этом диком напряжении я увидел и испугался, что меня потянет, я себе сказал назад и получился самогипноз. на пике напряжения я дал себе команду, и эта команда развернулась, реализовалась, она меня положила, а я же гипнозом всю жизнь занимался раньше, я знаю, что если я человеку что-то скажу, например, в глубоком гипнозе я ему скажу надень пиджак, который у тебя там, вот ты сейчас выйдешь из транса по счету 3, наденешь свой пиджак, который там лежит, и не говорю зачем, и он получил команду, и теперь он вышел по счету 3, теперь ходит туда-сюда вокруг стула, ходит, и я говорю, что ты хочешь, он говорит, что-то холодно стало, то есть он мотивацию себе сам найдет, чтобы выполнить, так вот у меня получилось, я себе на пике напряжения сказал назад, форма реализации, форма реализации сама нашлась, а я это понял только через много лет, и поэтому ключ-2 там есть элементы, если обычные методы психологические поддержки, помощи, приемы, там, как выйти на медитацию, и так далее, основаны на расслаблении, а у меня там есть элементы ключ-2, основанные на том, что ты на пике напряжения, например, напрягся, или вот ты тянешься утром, и на пике напряжения положи на кончик напряжения свое желание, оно начинает потом исполняться, поэтому некоторые люди просыпаются, тянутся, напряжение создают инстинктивно, если они думают, что день пройдет хорошо, у них так и бывает. Да, кстати, я тоже такое замечала. А если он думает, ой, опять там день пройдет плохо, он так, поэтому так и бывает. Я вот этим сразу пользуюсь моментом, всех вот сейчас прямо пользуюсь нашей встречей, это объясняю, чтобы они, когда утром посыпались, когда тянулись, команду себе, прекрасный будет день, и так оно и получится. Прекрасно, да, но это такой осознанный выбор получается того, что будет сегодня. Да, это очень интересно, потому что не все об этом задумываются. Я как-то напрямую поняла. Конечно. Я вам скажу философски, что человек управляет только тем, что он создан. Угу. А все остальное управляет им. Да, это правда. А вот вы сказали, что бы им посоветовать почитать еще, во-первых, почитать мои предыдущие книжки. У меня там в меню магазина в сайте Стрессу и ХСРУ есть электронные раритеты, которых уже нет. Раньше они были массовыми дирижами у меня выходили, не только, у меня же и во Франции, и в Англии выходили книги, и в Болгарии там. Они там могут посмотреть, но самое главное, пусть все прочитают Чик Сен Михаи, вернее, не прочитают, а посмотрят в видео в Ютубе Чик Сен Михаи, создатель теории потока. Ага, так. Как человек, когда входит в любимую деятельность, на пике, на пике, когда он вошел в творческое состояние, как у него на автомате все происходит, как у композитора музыка прямо льется, ему надо только записывать ноты, как у художника рука идет, как будто его рукой вводил Бог, то есть он вошел в синхронизацию. Да, обязательно пусть поет, это я рекомендую всем, потому что это величайший психолог примерности Чик Сен Михаи. Ну и до него, конечно, Анохин, конечно, любимый Павлов, конечно, ну это узнадзе теория установки, ну много, я же на плечах гигантом, я же не сам родился в СССР, такой вот, ну, может быть, вот, я просто в вашей книге также замечала, что есть истории, которые связаны, например, с работой вот с известными людьми, может быть, что-нибудь расскажете, какую-то историю, связанную с кем-нибудь, с какой-нибудь звездой, с кем вы работали? Какой-нибудь, что я не расслышал? А с какой-нибудь звездой, с кем вы работали? А, ну, 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 я не знаю, помнят ли они друзья наши, Юра Гуляев был певец, который поехали там, пел песню «Космические вещи», помню Юра Гуляева, да, да, я с ним работаю, он даже мне рассказывал, как он с Лемешем, на встрече, ну, короче, у меня очень интересные встречи, а я Юру, кстати, спросил тогда, я говорю, слушай, Юр, тебя знает вся планета, да, ну, он такой, ну, он так пел, вот это вот, радио, телевизор, везде был, гуляем, я говорю, ну, ты уже в обойме там, легко там на орбите держаться такой звездой, или все время надо, говорю, напрягаться, чтобы удержаться, угоднее, один раз попадешь, говорит, представь, на лыжи, ну, это тогда, это тогда было, тогда было, сейчас надо каждый день свою славу поддерживать, потому что информации так много, сейчас новое время, ну, много, я же жил у Андрея Григорьевича Николаева, он меня к себе забрал на квартиру, в башне там, в Звездном городке, я же в Звездном городке всех знал, всех генералов были моими друзьями, все руководители, их дети, потому что я там не только на технической территории, полтора года, два года прилетал, работал, а я еще, там мне дали медуправление, чтобы я помогал там городке и людям, я иглотерапию делал там, потому что я ас в этом отношении, и, значит, психотерапия, и ключ, и ключ, и ко мне, и бабушки приходили, и мамы, и тети, и тещи, и детей водили, очень интересно, все меня там знали, ну, Андрея Григорьевич Николаев, муж Терешковой, мы не разошлись тогда с Терешковой, не совпали характерами, ну, вот, значит, он мне говорит, что ты там в орбите живешь, иди ко мне, он один жил, ну, я у него жил в квартире, он мне такие вещи рассказывал, как он с Брежневым встречался, Брежнев тоже, говорит, лайку курит, копия, тогда сигареты такие, он говорит, Кремля, допустим, встречу какая-то важная, и там Брежнев, говорит, меня увидит, а, Андреан, ты где пропал, а я, говорит, говорю, в космос, летая, Леонид Ильич, правильно, да, интересно, ну, какие еще известные люди, ну, я, например, в Москве ездил, на Брежневском запасном зиле, потому что я дружил с Арписовым, Бабкем Исаевичем, Карабахи, который родился, он был председателем Верховного Совета Армении, а я, кстати, лауреат премии Ленского комсомола Армении при фамилии Алиев, это тоже знаменитость, потому что такого в мире нету, чтобы с фамилией Алиев были лауреаты при Галевском комсомола Армении, поэтому у меня получилась школа Человек Будущего, то есть по существу я олицетворяю творческие подходы к жизни в разных направлениях, добрые, добрые, хочу, чтобы все были здоровы и любили друг друга, как Святой Франциск, и кроме этого технолог, потому что я не просто рассуждаю о философии, не просто, а я как раз тот человек, который создатель метода, то есть авторов у нас прямо сказать, ну, на пальцах пересчет за всю историю, ну, Будда был там, ну, еще кто-то, ну, и я, так сказать, получился, потому что каждый век требует нового языка, и все проще и проще, и вот я додумался до синхронизации, синхрогимнастики и ключа, чтобы человек себе подбирал, а не ему давали, делай вот так, понимаете, в чем дело, а вот именно подбор действий, совпадающий с вами, и развивает творческий подход к решению любых других задач, вот этого нигде не написано, в лучшем мире, ни в одной книге, ни в одной диссертации, никакой психологической работы не написано. А вот в данный момент, когда все-таки все равно вот этот пост, как это сказать, пандемический стресс, да, вот на данную секунду, какой совет может дать людям, ну, чтобы вот, ну, вот в будничный момент себя скинуть вот это напряжение? Ну, я сейчас дам совет, конечно, во-первых, надо войти на наш ютуб-канал метод ключ Хасай Алиева, так называется, регулярно я там провожу бесплатные ликбезы, так и называется, ликбез, защита от стресса для всего населения, и вся школа моя в этом участвует, из разных стран люди, вот, на этих бесплатных ликбезах немедленно, я тут же, на первых же занятиях, на встречах, тут же даю каждый раз новые приемы тоже, чтобы каждый человек, который там участвует, зум они там выходят, с вопросами, могли себе подобрать то, что им подходит, как платят в магазине, так что, пожалуйста, там и вебинары мы проводим, и конференции интересные проводим, вот, я вам даю первый совет, потому что, сейчас уже по времени я не успею вам еще приемы показывать, а там я как раз это час, два, три, все это показываю, зум выходят люди, причем, интересно у меня в школе, обычно, на всеобщее обозрение выходят люди успешные, обычно, в школе, ну, психотерапевтическая практика такая, для группового обучения, обычно там они определяют, у кого лучше получается, и он демонстрирует свои успехи, все индуцируется, иду за ним, а я наоборот двоечник какой-то слева, я говорю, ну-ка, ну-ка, кто чувствует себя хуже всех, ну-ка, у кого что не получается, и там ко мне бабушки по 90 лет бывают, и там ребята, которым 15 лет, ну, там много разных и они выходят и вопросы задают, а вот у меня не получается, вот руки не расходятся, а я говорю, ну-ка, давай шею проверим, оказывается, у него зажим здесь, я говорю, тогда тебе надо руки ниже держать, ой, как я не догадался, вот этому подбору, как надо сделать, я и обучаю, самой логике, подбирайте то, что вам подходит, вот это и синхронизация. Отлично. Хосай Магомедович, спасибо вам огромное за нашу беседу, спасибо вам в том числе за то, что вы даете бесплатный материал, все-таки введение YouTube-канала это огромный труд, да, и то, что вы делитесь информацией настолько значимой, ценной, ну, за так, это огромное на самом деле благородство, вы молодец, мы будем ждать вашу новую книгу, друзья, я напоминаю, что у нас сейчас будут подведены итоги нашего розыгрыша, мы одну книгу подарим после эфира нашим читателям, так что оставляйте комментарии под нашим недавним постом, где условия расписаны, всем, надеюсь, понравилось, мне понравилась наша беседа, вам огромная благодарность и до новых встреч, спасибо вам большое, спасибо, вы меня вдохновили, видите, как я стал такой басливый такой старт. ну, отлично, замечательно, в этом была моя задача. Спасибо вам огромное. Да, все, всего доброго, друзья, до свидания. Спасибо, всего доброго, до свидания. Надеюсь, картины покажете. Да, хорошо, договорились, до свидания. Спасибо большое. до свидания.